Окей, я сейчас сижу, монтирую это видео и хочу сделать такой, так скажем, небольшой дисклеймер Hello, my dear friends! Today я совершенно не накрашена, я только что из зала, и у меня выскочил прыщ По-моему, это будет правильное слово И опять же говоря о страхах, я очень долгое время не признавала себе, что я хочу попробовать что-то новое Что-то более интересное, возможно, более эпичное, нежели вообще в целом все мои видео есть Потому что я боялась, боялась того, что меня такое не примут, боялась того, что... Ну, у меня не особо с чувством юмора, короче И я решила для себя попробовать что-то новое Так вот, это видео я пыталась шутить Чтобы вы понимали, шучу я, ну, на троечку таки с десяти Поэтому хочу вам сказать, что я сделала все, что я могла Я старалась, и я постараюсь улучшать качество того, что я хочу себя видеть И я хочу становиться лучше И это мой страх сейчас показать вам это И в этом видео я скажу, что со страхами нужно не то что бороться, а сталкиваться лицом к лицу Поэтому это видео, это мое столкновение с моим же страхом С тем, что я пытаюсь сделать что-то новое Пытаюсь показать вам именно себя И я хочу этого не бояться Поэтому я это делаю, и приятного просмотра В этом нет вообще ничего хорошего И вообще не так много хорошего за последнее время происходит, к сожалению Но так или иначе, я решила, что этому видео прям надо-надо быть Еще одна маленькая оговорочка в том, что кота я не стала закидывать в мне комнаты, так скажем Поэтому это чудо играется Оно будет шуметь, бегать, прыгать, скакать, меня кусать, убивать И все, что только этому дорогому моему другу вздумается Поэтому прошу не обращать на это внимание И еще хочется сказать, что вчера в сторис я рассказала о нескольких своих страхах Поделилась, так скажем, потому что я считаю это очень важно Потому что я считаю, что это очень важно делиться тем, что мы боимся Потому что так или иначе, я считаю, что в большинстве случаев Когда ты сталкиваешься со своим страхом То ты начинаешь иметь возможность с ним справиться и как бы преодолеть его Но, конечно, есть исключения, например, потери близких И мы не будем специально боять близких, чтобы не бояться их потерять Так ведь? Поэтому я решила, что я хочу разобрать какие-то основные страхи Которые вы мне написали и которые отвлекаются у меня И так или иначе расскажу пару моментов, которые мне помогают Вот в моменты, когда прям вот страшно Когда прям вот, ну ты действительно не знаешь, что делать Не знаешь, как с этим справиться Что мне помогает вот в этих самых очень сложных, странных случаях Итак, первое, что было, наверное, самое популярное Это боязнь поправиться, боязнь стать больше Боязнь переесть, боязнь компульсивных перееданий и так далее и тому подобное Мой директ переполнен вопросами, как справиться с РПП Да, я понимаю, многие есть проблемы с едой На самом деле они всегда были, есть и скорее всего будут, если вы их не решаете Но зачем писать блогерам? То есть у меня нет какого-то одного ответа, понимаете? Ответ не так прост, что ты сказал Вот, если ты будешь пить перед едой, все у тебя пройдет Или если ты там, не знаю, начнешь есть только то, что тебе нравится, у тебя все пройдет Это процесс Это процесс, когда вы учитесь принимать свое тело Принимать свои желания в еде И принимать то, что да, окей, вы можете поправиться Но вот я тоже боюсь Мне тоже не хочется стать снова полненькой и так далее Но вот я недавно сидела и пыталась расписать Почему мне страшно То есть задавать себе какие-то вопросы, которые, ну, ты навряд ли услышишь от кого-то Кроме своего психолога, который будет работать с тобой над этой проблемой И я сидела просто и спрашивала себя Вообще есть такой метод Пяти почему? Честно, не помню, кто его придумал Ну, например, смотрите Я боюсь поправиться Почему? Почему ты боишься поправиться? Я боюсь поправиться, потому что я не буду себя любить Окей, почему ты не будешь себя любить? Потому что я буду толстой, некрасивой И, например, меня никто не полюбит вокруг Или меня бросит мой парень Ну и так далее по списку Окей, почему тебя... Так, сейчас, погодите, я забыла Почему тебе так страшно, например, остаться одной? И вы уже отвечаете Потому что тогда я буду несчастна И так далее И так получается, что к концу ваших пяти почему Вы приходите к какой-то более, я бы сказала, точной проблеме Или, ну, как бы, вот к чему-то такому Что будет более глубоко Нежели просто я боюсь поправиться Окей, ну поправишься ты и что? То есть, вообще, еще тоже один из, не знаю, методов, не методов Это принять самый отвратительный Мой язык сходит сама Принять самый плохой исход событий, так скажем То есть, например, опять же, будут следующие страхи Например, страх не реализоваться Очень многие мне об этом написали И вот у меня, знаете, вот при этом ощущение такое А кто не боится? А кто не боится остаться лохом? А кто не боится не добиться своих мечтаний? Кто не боится не быть счастливым? Кто не боится? Блин, все боятся Но все поднимают свою пятую точку, блин, и херачат так Чтобы, блин, не бояться жить в свое удовольствие Покупать дома родителям Давать родителям путешествовать Давать себе дома и так далее По списку, кому что хочется Кому не страшно Всем страшно Поэтому, если, например, вы боитесь не реализоваться Окей Тогда представьте себе в голове Самую худшую ситуацию Из тех, которые могут случиться Если вы не реализуете себя И вообще, вот это не реализовать себя Оно очень непонятное И очень какое-то абстрактное понятие Конкретно Я боюсь не получить работу Digital Management на проектах К примеру, да Я не боюсь стать популярным блогером, например, да Например, я Я не боюсь стать непопулярным Я не боюсь стать Короче, я запуталась Но смысл в том, что я бы хотела стать Я очень хочу стать реально крутым блогером Который, не знаю Не то, что нравится людям Вдохновляет людей Приносит какую-то пользу Я хочу быть просто крутым человеком Который вещает о своих мыслях И, блин, у него все прекрасно Да, вот все так просто Но я этого хочу Поэтому и я не буду все в этом говорить Но, например, самое худшее, что случится в данной ситуации Если, например, что-то не так пойдет с Ютубом Или, не знаю, мне не прибавятся подписчики И так далее Что самое страшное может случиться? Я просто перестану снимать видео И моя карьера, если так можно назвать, тут закончится Да, это неприятно Да, это неприятно Вообще абсолютно неприятно Мне не нравится эта мысль Но По сути Типа It's ok Жизнь будет продолжаться Я буду заниматься чем-то другим Окей, следующий страх Это страх одиночества Страх того, что вы останетесь одним И страх того, что вас никто не полюбит Вообще, говоря об том, что тебя никто не полюбит Всегда стоит обратить этот вопрос к себе А любишь ли ты себя? И, например, если у вас проблемы с тем, что вот Понять в себе какие-то качества, которые вам нравятся и так далее Вы пишите это один разный листок 50 качеств, которые вы в себе любите И когда вы чувствуете, что вот, ну, не любовь к тебе, так скажем То просто перечитывайте То есть очень простая практика Но так или иначе она может вам помочь Поэтому попробуйте И страх одиночества То есть, опять же, смотрите, одиночество бывает разное Одиночество бывает такое, которое вам идет напряг Которое вам действительно, ну, не дает ничего, блин, не знаю Положительного, вдохновляющего и так далее Но есть такое одиночество, в котором очень комфортно находиться Есть очень классное одиночество, когда вы имеете возможность Принять ванну в абсолютной тишине, когда вам никто не мешает Есть такое прекрасное одиночество, когда вы просто отдыхаете Будучи самим с собой наедине И так далее То есть поймите, что для вас есть одиночество И, опять же, задайте себе такой вопрос Что в нем самое страшное Например, самое страшное будет прийти в 40 лет домой Где тебя никто не встречает Да, это будет страшно, но вы поймете, окей Примите это и начнете пытаться что-то делать Чтобы не допустить, например, этой ситуации Странное для меня, странное для меня Страх — это не быть идеальным Не оправдать ожидания людей Показаться глупой и так далее По списку Что могу сказать, что Это не касается работы, то есть каких-то рабочих отношений Где вы должны точно четко выполнить задачу и так далее Но так или иначе Когда-то давно-давно я приняла для себя тот факт Что хорошо — это лучше, чем ничего Да, это не круто, что это не отлично Но это хорошо И хорошо иногда лучше, чем отлично Потому что если отлично и ничего Или хорошо и ничего То лучше... Что сегодня у меня смысл? Можно просто сделать хорошо, но не сделать идеально, чем не сделать вообще Я держу это всегда у себя в голове Когда что-то не получается суперкруто, перфект и так далее и тому подобное Но держите и в этом голове Что вот эта идеальность, перфекционизм Он не всегда доводит до чего-то хорошего Поэтому учитесь находить что-то в хорошем А не в отличном и в идеальном И не бойтесь показаться глупым Опять же Что случится самое страшное? Например, если вы выходите к доске Вы боитесь высказаться Вы боитесь сказать свое мнение и так далее Что самое страшное произойдет? Например, вам скажет учитель Вы не правы Или вам скажет учитель Вы не здали Или над вами посмеются Ну окей, но это изменит так сильно вашу жизнь? Ну в том плане, что... Серьезно? Мы на страхе тратим слишком много энергии Я рассматриваю это с той точки зрения Что вот эту самую энергию Которую вы тратите на то, что вы боитесь Вы можете использовать для себя Для того, чтобы улучшить свои навыки Опять же в публичном выступлении И не с детьей Ооо, я так боюсь, я так боюсь, я так боюсь успехов Повторите речь Сделайте какую-то минимуме гитацию Подышите очень громко Чтобы, не знаю, выплеснуть немножко энергии Сожмите резко мышцы и отпустите Чтобы ваша голова немножко более чисто работала Чтобы ваши спазмы в теле, если они имеются Они спали То есть сделайте что-то А не думайте о чем-то, что еще не произошло И вот это вот все Оверсинкин или как это там называется В общем, никому хорошему все равно не приведет Поэтому зачем тратить на это столько энергии Окей, вы попереживали Но дайте себе, например, на переживание Минуты две Леонард вообще не переживает о том, что Он смущается и в кадре кого-то вижет Жизнь кота хороша Следующее, что очень многим беспокоит Это болезни Особенно болезни в старости и бесплодия Опять же, говоря о том, что сейчас у полнаселения России РПП То у многих, очень у многих проблемы с месячными Проблемы с тем, что у них нет их цикла У них очень низкий процент жира и так далее Конечно, это Это может стать причиной того, что вы не сможете иметь детей Так какого хрена вы продолжаете худеть? Понимаете? Блин, ставьте приоритеты Здоровье, карьера, например, молодой человек, семья и так далее Расставив эти приоритеты, вы сможете направить свою энергию именно на то, чего вы хотите Например, здоровье Окей, идите к гинекологу, к эндокринологу Разберитесь с этой проблемой Он пропишет вам гормональные таблетки, если все совсем плохо Вы их пропьете, ваш цикл начнется И ваш организм начнет функционировать полноценно Я считаю, что это достаточно важно Поэтому особенно интересоваться тем, как вернуть месячные у блогера Ну, как бы, идите лучше к доктору Поэтому, опять-таки, даже если вы боитесь докторов Я их безумно боюсь, но я понимаю, что, например, если я сейчас не займусь зубами своими То через 5 лет они мне скажут пока-пока Я лучше сейчас их починю в течение часа, помучаюсь, попереживаю и так далее Но, блин, через 5 лет буду ходить со своими зубами Так и со своим здоровьем Почините его сейчас, потом оно не налажает Но не почините сейчас, потом оно вам полностью откажет И ничего И приходите в 40 лет иди домой, и никто вас не встречает Поэтому веселая история от Алены Еще один страх, на самом деле, мне очень интересный был Я не ожидала его, на самом деле, у многих увидеть Это боязнь своих эмоций Я бы сказала, что я это отчасти понимаю Потому что, опять же, из-за того, что сейчас очень многие как-то более-менее наиграны И как будто бы скрывают свои эмоции, мысли и так далее То, ну, как бы тяжело самим тоже открываться Поэтому могу сказать, опять же, то, что пробуйте, делайте И вот вы почувствуете себя просто легче от того, когда сможете выплескивать свои эмоции Выплескивать свои какие-то боли Которые у вас накопились, какие-то мысли, о которых вы переживаете Но, например, человек, с которым вы должны, типа, решать эту проблему Он даже об этом не знает Выскажитесь Лучше выскажитесь, и все будет Надеюсь, нормально Тут просто нужно, опять-таки, действовать Многие еще назвали эко-страхи Взять что-то с собой, брать контейнер с собой, например И есть в школе и так далее И хочу вам сказать, что в тот момент, когда вы делаете такие вещи Какие-то эко-инициативы, так скажем Приходите, например, в магазин со своим контейнером Или приходите в кофейню со своим киткапом То, в первую очередь, люди думают о себе И я уверена, большинство людей даже не заметят, что вы со своим контейнером И не заметят то, что вы, не знаю, попросили в свою чашку и так далее Наоборот, многие скажут, блин, как это круто И будут есть, не знаю, свою пересушенную булку Которую им дали в столовой Нежели вы принесете с собой действительно вкусный обед Если вы его еще разогреете То ваш организм, во-первых, скажет вам спасибо Плюс, ну, вы будете себе намного более благодарны Я думаю, нежели, если вы этого не сделаете Еще один страх многих Не знаю, надеюсь, вас это не смущает Потому что я прям ни брови не красила, ничего еще не делала А говорю, утро сегодня было не лучше Так вот, у многих есть еще страх денег Так вот, я что хочу вам сказать и чем хочу поделиться У меня есть тоже случай С этим у меня тоже есть огромный страх денег Я вас сейчас с собой возьму Хочу вам кое-что показать Мне надо было, мама просто смеется, как не знаю кто Потому что... Одну минуту Я, я, я купила кофту Заметьте, вот, надо было джинсы надеть А вот, не вот это вот Не домашние штаны Так что, excuse me Идеальные, идеальные джинсы Идеальные джинсы с высокой талией Которые сидят По-божески Ну, конечно же, видео в них снимать мы не будем Кто-нибудь, поделитесь со мной, пожалуйста, логикой И отсутствием этого страха Но есть кое-какое решение Которое я нашла для себя И которое я хочу использовать И я хочу с вами им поделиться Сейчас, приду Знакомьтесь Это моя пробковая доска Которую я не пользовалась миллион лет Но я решила, что пора сделать Пора сделать карту желаний И в моменты, когда я буду чувствовать Какой-то достаточно сильный страх Касаемо, например, еды Касаемо YouTube Касаемо чего бы то ни было Что меня сейчас до сих пор как-то касает И как-то... Ну, даже не то, что касает А за что я переживаю Я буду смотреть на эту карту И думать о том, к чему я стремлюсь И думать о том, что у меня все будет хорошо Потому что мы идем к правильной цели И у меня есть эта цель Есть это, так скажем, те точки Которыми я хочу прийти И к которым я обязательно приду Поэтому я хочу сегодня заняться тем Что я буду оформлять мою карту По крайней мере, я начну это делать Я считаю, что эта реальная штука может сработать И по крайней мере, это будет давать мне Ракурс, фокус на то На чем нужно концентрировать свое внимание И от чего лучше убрать энергию И во что ее вложить Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео Понравилась идея с карты желаний Если вы тоже будете делать Буду рада, если вы меня отметите И я предлагаю именно таким образом Начать прорабатывать наши страхи Для того, чтобы они уже не казались такими большими Значительными и так далее И, например, если вы боитесь снимать что-то Или показаться вот таким вот, какой вы есть Просто natural на максималках Попробуйте То есть это не так страшно И, возможно, несколько Какое-то время назад Я бы сказала, может, год-два Я бы в таком виде не стала бы снимать Но я понимаю, что Что-то мне не нравится Ракурс Я понимаю, что мне что-то Ракурс не нравится И я понимаю, что Все мы растем так или иначе И даже если сравнивать нас Полгода назад и сейчас То мы достаточно сильно все выросли И мы большие молодцы Поэтому я вам всем дарю свои объятия И желаю всего самого-самого лучшего Поделитесь мне, как вам это видео И вот так вот Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!